Приветствую вас. Вопрос касается домашних животных в данном случае. Человек пишет, что жили вместе с парнем, вместе завели щенка. Этого щенка люблю как ребенка своего, жить без него не могу. Но мы с парнем приняли решение расстаться, он забирает щенка себе. Себе я не могу смириться с этим, как пережить это и что делать в такой ситуации. Ну, для начала, наверное, имеет смысл более подробно рассказать о том, что с вами произошло. То есть более подробно рассказать, наверное, все-таки свою историю, да? Более подробно рассказать о том, что вообще происходит, да? То есть, например, из-за чего вы решили расстаться со своим молодым человеком, что послужило причиной. Дальше вы привязались к щенку очень сильно и вы относитесь к нему как к ребенку. С одной стороны это нормально, с другой стороны, с другой стороны... Щенок это не ребенок, все-таки. Вот что, на мой взгляд, необходимо понимать. Щенок это животное, но вот это не ребенок. Если вам, ну, если вы чувствуете такой вот порыв, да? Вот. То вполне возможно, что мы говорим здесь о пробуждающемся... в нашем... в нашем... в нашем... эм... в нашем... у вас... эм... материнском... эм... родительском... родительском... инстинкте. И вполне возможно, что вы... как-то... как-то уже... может быть хотите... эм... чтобы... эм... стать родителем. Вот. Дальше. Эээ... не совсем в этом смысле... эээ... понятно, почему человек... забирает... эээ... ээ... щенка... эээ... себе. Вы говорите... ээээ... ээээ... ну... вы по сути говорите о том, что... ээээ... эээ... ээээ... ээээ... что вы его любите, да. вот. эээ... вы говорите о том, что... ну, вы любите, вот... ээээ... ээээ... эээээ... эээ... эээ... вот... это с одной стороны. вроде бы вы говорите. А с другой стороны забирает его... эээ... ваш молодой человек бывший, что конечно же странно, да, и вызывает, в любом случае, вызывает, значит, вопрос, то есть это, ну, такой аспект, и, соответственно, это, вот, то, что касается вашего взаимодействия с молодым человеком, то есть как вы, ну, выстраиваете с ним общение, вот, насколько молодой человек понимает вас, насколько вы прислушиваетесь к, ну, вот, друг другу, вот, значит, прислушиваетесь ли вы вообще друг к другу, и нет ли все-таки, вот, что называется, ну, если, если у вас только желание развести, э, расстаться, да, или имеет место быть все-таки еще какие-то обиды, вот, имеет место быть, ну, какие-то рэкетные чувства. Соответственно, ваше состояние сейчас, э, ваше состояние, э, более чем адекватно, как мне кажется, вот, то, что вам больно, это совершенно нормально, и, на мой взгляд, э, ваша задача, э, заключается в том, э, чтобы позволить себе, э, прожить свои чувства, которые у вас есть, э, вот, то есть, я имею ввиду, вот, именно, э, не, э, зажимать их, э, ну, ваши ощущения, да, э, ваши эмоции, вот, чтобы вы их, э, не зажимали, а, вот, чтобы вы, ну, к ним как-то относились, да, вот, э, несколько иначе, э, и постарались бы их как-то, ну, э, вербализовать, вот, э, сейчас, вот, как мне кажется, этого вы не делаете, э, сейчас, как мне кажется, вы, э, пытаетесь, э, значит, ну, как-то от этого уйти, да, вы пытаетесь как-то это, э, ну, с этим как-то бороться, вот, э, на мой взгляд, э, ничего хорошего, э, из этого не получится и не выйдет, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд, по моему мнению, вот, э, ничего, ничего из этого, э, ну, не, 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 не получится, э, сделать, хорошо, вот, так вы теперь только в этом смысле вредите, еще, ну, как бы, еще больше, вот, а, значит, э, соответственно, соответственно, а, что можно сказать, э, значит, не боритесь, э, э, со своими эмоциями, не боритесь со своими ощущениями, не боритесь, э, э, с тем, что вам, э, вот, как-то, ну, э, хочется, да, потому что, ну, вот, что-то, в принципе, э, э, так скажем, э, вполне адекватно, да, это вполне, э, естественно, то, что вы сейчас чувствуете, естественно, иным словом, если вы, э, если вы, привязались, да, как бы, ну, к, 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 э, человеку, да, если вы, вот, привязались к животному, то, конечно, э, сложно, сложно, э, вот, от этого, как, как-то, вот, э, так просто, э, decay, да и на мой, взгляд, ну, ну, ну на мой, на мой взгляд, не, ну, не нужно, на мой взгляд, э, не нужно, на мой взгляд, как-то вот уйти, да, там еще, ну это же очень, скажем так, это очень по-человечески, вот, очень по-человечески чувствовать, вот, то, что чувствуете, ну то, что чувствуете вы, и потому, на мой взгляд, не нужно стараться от этого как-то отстранить, вот, хоть вам и больно от самого собой, ну, само собой, но тем не менее, тем не менее, ну вот, я вам счастливую, вот, я вам счастливую, вне всякого сомнения я вам, я вам счастливую, вот, Сочувствую тому, что у вас произошло и думаю, что вам можно помочь. Но для этого, для того, чтобы вам нужно помочь, нужно все-таки, наверное, с вами пообщаться сначала и узнать, всю вашу историю, узнать и как-то вот понять, что происходит там. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. И дальше, дальше уже можно будет двигаться в том направлении, которое вы для себя выберете. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я вам хочу пожелать всего самого доброго. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это, собственно говоря, это позволит вам начать над собой работу. и, соответственно, сформулирует, сформирует базовые постулаты для психотерапии. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...